Рождественские народные песнопения Накопленный материал снова издать И вышел уже новый сборник Рождество, листовая песня традиций Примославных народов России и Греции Которую мы будем представлять сейчас Очень прошу вас, дорогие москвичи Почтившие сегодня наш концерт Своим присутствием Приложить свою молитву к тому Чтобы могли выйти и следующие сборники И мы все могли радоваться и узнать Как славят Рождество Христово В Иверии, в Румынии, в Сербии Вот сейчас готовится сербский сборник И чтобы вся эта антология в полноте Могла увидеть свет И возрадовать сердца наши Сейчас прозвучит из греческого Пожалуй, самое древнее Каланда Все они корнями Уходят в византийскую эпоху Все, что звучит сегодня Но это наиболее древнее Надо сказать, что Сами каланды Они Очень разнятся друг от друга Есть каланды с чисто ученым текстом Всецело Следующим Евангелию А есть тоже с гораздо более свободным текстом С поздравлениями И начнем мы с каланды Наиболее традиционных Древних Классических Которых повествуется О Рождестве Христовом Очень близко к евангельскому тексту Вообще же Все каланды Или калядки Если мы так привыкли Расшедшие в этот сборник Можно разделить на три части Те, которые переведены дословно Совершенно дословно И такая ставилась цель Они С фантастической точностью Передают Вот сущность Беснопения Другие Есть, которые Переведены Более свободно Критически И наконец Есть третий вид Каланд Которые В которых Взята музыка Но текст Взят совершенно Другой Или авторский Дело в том, что Восток Место само Где Происходили События Рождества Очень ярко Отродился И Каланд Восток Единые и цельные вещи Потому что Любовь К Христу Богомладенцу Переживают Равно Глубоко Православные народы И удивительно Оказались Едиными Вот эти Разбевы Византийские И Представляющие Рождество Образцы Русской Поэзии Но к этому Мы Обратимся Позже А сейчас Анархоз Сеос Древнейшее Песнопение Известное Дневное Еще Необходимо Отметить Что В Греции Большинство Каланд Как правило Исполняются С музыкальными Инструментами Обязательно Должны Присутствовать Барабаны Веселяющие Радость И в тех Кто поет И в тех Кто слушает И инструменты Ведущие Мелодию Однако Поскольку В русской Традиции Инструменты Никогда Не присутствовали И нередко Каланды Калядки Исполняются И в храме После богослужения То Я Держнула Сделать Нижний Голос В традиции Византийской Богослужебной Музыки Потому что Все каланды Они И мелодикой Своей И ритмикой И всеми Внутренними Безаконами Композиционными Они уходят В византийскую Традицию Всецело Поэтому Нижний Голос Добавлен Таким образом Исключительно Будет Традиция Византийского Смогласия Итак Анарков Теос Еще нужно Сказать Что у греков Очень часто Найден На тот же текст Очень много Мелодий И вот В этом сборнике Есть карта И о каждой Каланди Можно Выяснить В какой Именно части Греции Она возникла И поется Спасибо за субтитры 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 Слава! Слава! Вышли Богу! Эру-ре-ру-ре! 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 Радуйся мне, парочка Я, радуются вместе! Все творение! П проводим и будем и весельимся! Эру-ре-ру-ре! 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 Продолжение следует... Также надо сказать, что и в древней русской певческой традиции это нашло свое отражение несколько другим образом через систему ФИД. Связано это с тем, что когда богослужебный текст уже наполнил душу молящегося, и необходимо душе человеческой просто предстоять быть Богом. Ведь и цветы учат нас, когда мы молимся, в нашей обычной простой домашней молитве, если приводит благодать, остановить чтение, пережить ее, быть с Господом в сердце. И вот святые отцы, которые создавали византийское пение, великие знатоки души человеческой, давали в богослужении, внутри песнопении, такие острова, когда текста уже нет, душа уже наполнена словом. И только она уже без слов изливает любовь свою к Творцу или Матери Божией, или соскорбит, если это страшная сильница в зависимости от того, какой именно текст. Следующий календарь по музыке несколько более поздняя, но у нее тот же текст. Следующий календарь по музыке.